Кожа радуется, дышит и цветет. Это просто исследование и чисто мое мнение. Есть и плохие продукты в люксе. Здравствуйте. Ребята, сегодня у нас, конечно, аналоги люкса. Но это видео будет как один огромный дисклеймер. Оно, я полагаю, будет очень долгое, потому что я в спокойном тоне, в очень спокойном, без своих троллингов стандартных, постараюсь, отвечаю, постараюсь рассказать вам, почему. Но дайте мне сейчас сказать, почему аналогов люкса нет. Я подобрала продукты по нескольким видосам. Я смотрела видео Ленский Бьюти, где она собрала аналоги люкса по видео Мэнни МЮА. Я оттуда взяла одну идейку и еще одну. Я вам пока не скажу, какой. Все остальное я подбирала сама. И, ребята, давайте уже начинать. Я не верю в аналоги люкса, потому что их просто не существует. Каждый продукт, слушайте, ребята, каждый продукт хорош по-своему, понимаете? Я вас приблизила, чтобы показать, как же у меня хорошо выглядит кожа, когда я перестала наносить корейский уход. Ура, ури, кожа радуется, дышит и цветет. Я обещала не троллить, извините. Итак, самый громкий аналог люкса, который нам все говорят. Здравствуйте. Так, у меня вот эта сторона удобная, поэтому, да, здесь я буду делать аналоги люкса. Она неудобна. И, собственно, дорогие продукты буду делать. Самый вот частый продукт, который сравнивает этот данный тон от Maybelline Superstay и тон от Estee Lauder. Ребята, для меня аналоги существуют только в плане составов. Я полагаю, что это не новая линейка, это обновленный тон. У них совершенно разный состав, поэтому, в принципе, да, разницы у нас нет. Наносить я их буду одинаковыми, совершенно спонжами от Джуна. У меня их три, но сейчас два. Я очень давно, даже несколько раз по ходу снимала видосы о том, что аналогов у нас нет. Есть только цветовые аналоги, да, то есть вы можете найти похожий продукт по цвету. Вот, как я палетки сегодня подобрала, похожие. И составы. Составы могут быть идентичные, как, например, тон Becca. Если вы не поддерживаете Cat Von Disease, раньше вы могли купить тон от Becca. Но, к сожалению, Becca сейчас закрывается, поэтому вам ничего не остается делать, кроме как покупать тон от Cat Von Disease. Несу сначала вот этот тон. У меня кожа не подготовлена в одинаковых условиях. Так вот, ребята, состав у Тона Becca один в один, как и у Тона от Cat Von Disease, собственно. Я понимаю, что люди, которые не любят, когда кричат, да, что аналогов нет, кто верит в это все. Я не знаю. Кстати, это не камень в огороднике мук. Кто снимает, мы нашли аналог люкса. Но это ни в коем разе не какая-то предъява с моей стороны. Это просто исследование и чисто мое мнение. Потому что я хочу вам, ребят, показать, что... Так, беру я Шиландай. А я хочу вам сказать, что... Ну нет, блядь, аналогов. Можно найти похожий цвет. Почему я делаю это левой рукой, я не знаю. Есть похожий оттенок, похожая текстура. Но именно поведение, такое же, как у Тона, который я сейчас наношу от бренда Яшиландай, вы, к сожалению, не получите. Вот, ну никак. Чаще всего я вам об этом всегда сообщаю. Тяжело нос, конечно, делать с разных сторон, разным тоном. Ну ладно. В повседневной жизни в основном я пользуюсь только дорогой косметикой. Ну серьезно, даже когда я делаю обзор на масс-маркет, например, да, или на бюджет, то я все равно в жизни чаще всего выберу, конечно же, то, что у меня есть подороже. Я очень сильно люблю тон от Maybelline. Вот этот, что предыдущий выпуск, что тот, что сейчас вышел. Надеюсь, что вам видно разницу. Сейчас я вас приближу. Так, это максимум нашего с вами приближения сегодня. Чем отличается вот этот тон и почему аналогов ему нет? Не только состав люкса, да, важен то, что состав очень сильно отличается от масс-маркета. Но, ребята, действие также очень важно. В составе у более дорогих тонов чаще всего есть уход. Однако, посмотрите, этот тон, он у меня сейчас застынет. Его даже не надо пудрить. Данный тоже можно не припудривать. Но у меня немножко тут стянулась кожа. Однако, вот чистая разница. С одной стороны Яшиландай, не совсем ровно тут, мне тяжело проработать, конечно. А с другой Мэйбелин, Яшиландай, он застывает в пудру. Поэтому он сейчас немножко такой мокренький. Я даже, ребята, сейчас вам текстуры повыше, чтобы вы видели. Хорошо, тон от Мэйбелин в поры не так сильно запал, как тон от Яшиландай. У него тоже есть свои минусы. Он супер плотный и это не всем подходит. Ребята, тоная я наносила без каких-либо масс, без всего. То есть сейчас он вот усядется и мы его будем с вами припудривать. Где вы можете найти аналог? Я думаю, что вы можете найти только тени, да. Не аналоги, да, а цветовые все-таки аналоги. Или иногда даже полные. Например, вот у You Can Be была розовая палитка и у Худы. Они были очень похожи. Тоже в свое время видос я снимала. И в целом, я считаю, сейчас скажу финальное такое мнение, вы можете брать продукт любой ценовой категории. Но, пожалуйста, не думайте, что я беру это и получаю вот это. Вы это ни разу не получаете. Вот ни разу. Потому что тона совершенно разные. Если лодер уже подсох, и я его... Точнее, я шила, да, извините. Он уже подсох, и я его не ощущаю у себя на коже. В отличие от того, что происходит у меня с правой стороны. Я вот вам советую, что где вы нашли хороший продукт, там и берите. Ну, нравится вам тон балет? Берите его, пожалуйста. Никого не слушайте. Нравится вам контур эстрад? Боже мой. Берите. Лишь бы он для вас работал. Но не надо, опять же, думать, что, ой, это аналог Кевина Куан. Хуй там плавал, моя хорошая. Ни разу это не аналог. Текстуры могут быть похожи поведением. Пришло время консилера. Я не видела особо сравнений с консилером от Яшилан Дай. Но я знаю, что консилер от Revolution сравнивают с Jeffree Star и с Tarte Shape Tape. Но у меня нет ни того, ни другого. Поэтому я взяла Яшилан Дай. Тут, видите, ребята, зависит все от предпочтений. Как бы если вы любите продукт более бюджетный, так любите его. Я тоже, например, люблю. У меня есть пудра Эстрад, которую я почти полностью добила. И она мне нравится. То есть вас никто не призывает пользоваться люксом или чем-то другим. Вы всегда пользуетесь тем, чем вы хотите. Однако я топлю, конечно, за люксы, за упаковки, за эти и за действия. На мне Яшилан Дай вообще практически не жирнится. Я его ношу, когда я надолго из дома ухожу. Или, например, в перелетах я его постоянно ношу, когда летаю куда-нибудь. Он у меня не слезает. Он у меня не жирнится. Ничего ему не происходит. В то время, как тон от Maybelline, например, насколько бы я его не любила, я его не надену на какое-то серьезное мероприятие. Или на перелет. Я тоже его себе не возьму. Чем отличается Яшилан Дай консилер от консилера Revolution? Тем, что Revolution больше тянется. Очень-очень похож на Stellar. Даже если мы будем искать аналоги люкса среди люкса, там будут совершенно разные вещи. Потому что, ребята, формула разная. Поведение разное. Если вы получаете результат, в принципе, одинаковый. Ну, разницы-то особой у меня тут и нет на лице. То вы не получаете стойкость. Но эффект, в принципе, одинаковый. Но я вижу, что Revolution у меня уже закатился в мои подглазные морщины. А Яшилан Дай пока что нет. Поэтому время пудры. Ребята, я долго искала пудры. Но раз сравниваю тон от Maybelline и от Estee Lauder, то я решила и пудры тоже от Maybelline взять и от Estee Lauder. Нанести одинаковыми кистями, к сожалению, у меня это дело не получится. Также, что я сейчас вижу в ТикТоке. ТикТок просто создает тренды серьезно. Создает продаваемость косметики. О, ладно, скажу нормально. Кет Вон Ди вышел новый тон в форме бальзама. Думаю, что вы уже про него наслышаны. И меня постоянно отмечают. Ой, вау, Мариха, протестируй-ка этот тон. Ребята, это не новинка. У Кевина Кон есть такой тон в форме шайбочки бальзама. Там результат такой же. Он тоже на основе воска, ровно как и всякие стики. Посмотрите, как я активно этой пудрой пользуюсь. Обожаю ее. Ладно, давайте не будем говорить про тренды, которые создает у нас ТикТок. Я хочу вам сказать, что люкс, он... Есть и плохие продукты в люксе. Вы что думаете, нашли аналог Тона Герлен и все? Например, мне Тон Герлен не нравится вообще ни разу. Хотя я его покупала по советам американских своих любимых блогеров. Для меня не подошло. Вот в чем проблема-то. Лишь бы вам продукт подходил. Я думаю, что я уже все сказала. Я сейчас пойду по второму кругу. А я не хочу этого. Мы с вами уже определились, что аналогов нет. Ничего такого нет. Есть продукты, которые даже лучше, чем то, чему вы пытаетесь аналог найти. Ну вот зачем? Подкопите денег и купите себе свой любимый Тон. Чем сидеть и тратить деньги? Вот я раньше таким занималась, ребята, честно скажу. Я искала аналоги помад цвета. И покупала постоянно помады вот эти от Maybelline. Мне очень нравились, кстати. По 150 рублей я брала в красной упаковке. Они мне нравились. Они хорошие. И я искала аналоги этой, Худи и Кайли. Постоянно. И никак не могла найти. И до меня только годом 23 дошло, что... Я купила около 10 помад, потратила примерно 1004 рублей. Могла купить одну хорошую. Я всегда вам пытаюсь этот майнсет, да, вот в голову вбить. Но я понимаю, что нельзя навязывать свое мнение, да. Поэтому я жду ваше мнение, ребят, в комментариях. Давайте делать брови. Здесь будет Анастасия в оттенке гранит. И здесь топфейс в оттенке гранит. Для меня они не идентичны, совершенно разные. И я люблю больше топфейс. Вот где собака зарыта. Ребята, так как я всегда делаю брови еще и карандашом. Карандаш я подобрала от Dior и от Vivienne Sabo. Ну и гель у меня мой любимый от Stellarie и Яшиландай, который мне не очень нравится. Ну и гель у меня от Stellarie и Яшиландай, который мне не очень нравится, кстати. Сделаю брови. Сделаю брови и расскажу вам свое мнение по поводу этих продуктов. Ну что, ребята. Сделала я брови. И скажу вам, что разница только в оттенке. И мне вот эта бровь нравится на самом деле больше. Потому что здесь сторона удобнее, но вот эта бровь такая у меня вышла не очень. Но Анастасия помадки раньше были очень хорошие. Я успела свою первую купить, когда она еще была в США произведена. А сейчас они очень быстро засыхают. И вообще как бы смысла я тратить на это деньги не вижу. Хоть я и люблю эту помадочку. Но я предпочту топ фейс. Поэтому я сейчас топ фейс отложила. Для того, чтобы вот эту закончить и пользоваться потом топ фейс. Что мы делаем с вами дальше? Контуринг и хайлайтеры. Где, ребята, вы уже можете найти аналог, так это сухие продукты. То есть я вам не буду втирать, что вам надо обязательно от Кевина Конт покупать скульптор. Но понимаете, что вам будет приятнее им пользоваться. Но тут тоже, видите, дело в эстетике. Дело в том, кто что любит. И почему мне этот скульптор именно нравится. И кремовый, кстати, тоже. У меня просто кремового нет похожего на него. Поэтому я не стала это делать. Мне он нравится, потому что он серый. То есть он мне не теплит. И рыжины никакой вот не дает теплиночке. Мне он очень нравится. А еще дело в том, что он стойкий. На другую сторону я подобрала свой самый любимый скульптор от Pupa. Это палеточка. Обзор у меня скоро будет. Я не знаю, что раньше выйдет в данное видео или видео про Pupa. Однако здесь он вот слегка теплее. Он тоже такой сероватый, но чуть более теплый. Что-то такое у меня вышло. Теперь по поводу хайлайтеров. Хайлайтеры, конечно, отличаются более дорогие тем, что у них нет блесток. Вот только Chanel выдает блестки. Иногда у них есть хайлайтеры с крупными прям блестками. А так они все очень-очень нежные и редко бывают отражающими. Мои любимые отражающие хайлайтеры из люкса, это, конечно же, Dior и Benefit. Но Benefit это, наверное, просто премиум. Итак, в видео у Lensky Beauty я видела, что она делала, повторюсь, по видео Manium UA. Он говорит, что Physicians Formula это аналог вот этого от Benefit. Цветовой? Да. Я, кстати, люблю Physicians Formula, мне он нравится. Он неплохой. Вот если собирать все лицо максимально бюджетно, то то, что вот с этой стороны я вам показываю, это будет мой выбор. Я сейчас немножко по-другому бронзируюсь, не как раньше. Так как, видите, ребята, у меня челюсть, она, да, длинная, но она не острая из-за того, что я немножечко дамокрупная у вас. Именно из-за этого мне нельзя идти по вот этому углу челюсти, а мне нужно идти под челюстью. Для того, чтобы тут такую тенюшку создать. По поводу люксовых бронзеров, а мне вот этот Guerlain, например, не нравится. Но я пробовала какие? Hoola, вот этот от Benefit, который я сейчас нанесу. Другой стороной кисти, ребята, естественно. Я пробовала Guerlain. И что, все, что ли? Мне так мало. А, и Chanel. Так вот, Chanel мне тоже как-то не очень зашел. Hoola, он для меня лично идеален. Не потому, что мне Benefit эту палетку отправили, а потому, что он не рыжит. Ребята, был видос про хайлайтеры с Алиэкспресс. И там был комментарий, что любители люкса выделываются, да, тем, что, ой, смотрите, у меня люкс. Да нет, нихуя. Просто отличаются все упаковками тоже. То есть приятнее взять, например, вот сейчас хайлайтер будем с вами наносить. Упаковочку Dior. Хоть она и такая, из пластика такого среднего сделана. Но это приятнее, чем, не знаю, Wet n Wild. Я люблю Wet n Wild хайлайтеры. Проблемы у меня с ними нет. Этот был у меня отправлен. Не забываю совсем вам сказать про это. Но я читала, что это хайлайтеры самые лучшие из масс-маркета. Я же считаю самыми лучшими. Какие, кто знает, тому виртуальное черное сердечко подарю. Makeup Revolution. Правильный. Makeup Obsession тоже. У меня это в оттенке... У меня этот хайлайтер куплен не в России. Мне его отправил Beauty Bay. Это оттенок Blossom Glow. Я очень много набрала. И хочу вам сказать, что я... Очень люблю хайлайтеры от Makeup Revolution, Makeup Obsession. Также мне нравятся хайлайтеры Beauty Bay. Но там надо смотреть, смотря какой оттенок. Смотрите, красиво, да? Серенькая маленькая полосочка. То есть проблема хайлайтеров более дешевых, это то, что они вам могут выдать полосу. И не важно, какой оттенок. Вот я сейчас максимально светлая, наконец-то. Они все равно полоску могут выдать. Если вы бахните чуть больше, чем надо. Чистим кисть, чтобы нанести Dior. Мой самый любимый хайлайтер. Dior минеральный. В оттенке 02, розовенький. Мне его хватает на 8 месяцев, если я пользуюсь им каждый день. Вот это уже такое донышко. Чем хороший этот хайлайтер? Да все, блин, ребята. Просто все. Отражаем хейтеров. Если вы думаете, что люкс не стоит своих денег, ну я, наверное, с вами не соглашусь. Для меня он однозначно стоит всех вложений. За исключением разве что вот бронзеров и теней особенно. Тени в люксе это на любителя. Ребята, я к вам приблизилась максимально возможно. Оцените, пожалуйста, Dior отражающий оттенок 02. Он мне очень нравится. Вот из всей их линейки там 6 оттенков. У меня есть 3. Это мой самый любимый. Почему я такая синяя, я понятия не имею. И вот этот вот от Wet n Wild. Я сейчас постараюсь поставить вам два кадра рядом, чтобы вы оценили их сияние и отражение. Я вам хочу сказать, что оба хайлайтера хороши. Ни один текстуру не подчеркивает. Оба легли идеально на своей пудру. Но здесь вот, здесь чуть-чуть милинка такая. Вот меловой немножко хайлайтер. В то время как тут прям отражение просто по максимуму. Честно-честно. И здесь есть небольшие крупные блестки. Но в принципе, кто к вам будет подходить на такое расстояние, рассматривать ваш хайлайтер, да, здесь мне нравится финиш, оттенок, нравится покрытие. Но как будто он немножко меловой. Тут есть такая проблема. Давайте я сводчу сделаю. Активненько набрала Dior. Еще активнее набрала Wet n Wild. Вот по идее, ребята, разницы-то практически нет никакой. Они идентичны. Однако, Wet n Wild, Dior. Очень тяжело увидеть по видео разницу в текстурах. У Wet n Wild она более мягкая и кремовая, в то время как у Dior она не такая. И вот что происходит при наклоне. Кто нам оставляет полоски? В принципе, из-за того, что сводч очень сильный, оба полоски оставляют. Но я думаю, что результат лучше на лице смотреть. Также хайлайтер Dior. Это единственный дорогой хайлайтер, который не осыпается в течение дня. Такое бывает. Хайлайтер может улететь. Я обычно лицо не закрепляю спреем, поэтому такое у меня случается. И он обмазку не обмазывается. Я не знаю, что такое, почему он этого не делает. Даже тонна маски остается, а хайлайтер нет. Поэтому здесь уже решать вам. Опять же, вы можете брать даже с Алиэкспресс хайлайтера. Тут, в принципе, разницы нет никакой. Лишь бы вам нравился результат. Давайте, ребята, в конце я подведу итог, что все-таки стоит брать в люксе, а что можно заменить из масс-маркета. Давайте я нанесу помаду, проверим, какая из них будет оставлять полоску. Никто ни разу не утверждал, что помада Sephora это то же самое, что и Jeffree Star. Это утверждаю я, потому что оттенки похожи. Это мой самый любимый оттенок 7. Это из их коллекции, которая от Shevel или что-то такое. Очень мне нравится эта помада. Как она себя ведет, посмотрите, почти не осталось. Как она себя ведет, как она наносится, все в ней идеально. Она у меня уже старенькая, но она не воняет. Вот, смотрите, пигмент в один свайп. Красота, красота. Помады тоже можете брать в масс-маркете. Вы вообще можете делать все, что хотите. Вам никто ничего не запрещает. Но искать аналоги я вам не рекомендую. Я, конечно, мастер подбора оттенков. По-моему, они чуть-чуть разные, потому что у них разная формула. Jeffree это вельветовая помада, это Velvet Trap, которая силой British Skin, забыла сказать вам название оттенков. А у Sephora она больше как кремовая. Ну, ладно. Оттенки похожи, это главное. Надеюсь, ровно накрасила. Монтажная Марина ругаться не будет на меня. Видео выходит таким скучным, потому что я обещала. Троллить не буду, шутить не буду. Все серьезно у нас тут с вами, ребят. Мы взрослые люди. Какой троллинг? Просто не надо ругаться на люкс, да, и говорить, что люкс говно, если вы опробовали бронзер от Guerlain, например, да, или их тон. Надо ругаться на продукт, а не на категорию. Да, я же не ругаю бюджетную косметику, не масс-маркет, а именно бюджет, потому что мне попался тон от Vivienne Sabo нехороший. Я же не ругаюсь, правильно? Правильно. Я всех одинаково ненавижу. Ребят, просто я вам отвечаю, что на повседневной основе, я вам говорю честно, я пользуюсь только люксом. Ну, когда надо тестировать масс-маркет, я этим занимаюсь. Ребята, у нас время глаза, я до сих пор синяя, не знаю, как восстановить цвет, но хер с ним. Сейчас будем делать глаза. Итак, что у меня тут подобрано? Палетка от Dinone. Конечно же, постоянно слышу, что ее аналог это Colourpop Stone Cold Fox. Я хотела снять отдельное видео по этой палетке, но прекрасно знаю, ребята, что вы такое не очень любите. Но я планирую вернуть этот формат, потому что его люблю я. Как бы не всегда ведь обзоры снимать, правильно? Правильно, а тут что-то много обзоров было в последнее время. Праймера из масс-маркета хорошего у меня нет, это только Too Faced. У меня был Art Deco, но я его потеряла. Я вам сравнительный сводчик, конечно же, ребята, засниму отдельно этих двух палеток, для того, чтобы вы посмотрели, что в принципе цвета похожи. Но я вам скажу, что сравнивать Dinone и вообще что-то из масс-маркета, это не гоже, потому что у Dinone вообще свои отдельные какие-то формулы, которые я, например, не всегда понимаю, да? Но мало ли что там я не понимаю. Есть любители, и это главное. Люди берут, люди покупают. Повторюсь, да, цветные аналоги есть. Вот как помада, например, вот чем отличается. Формула и все, так ничем. Начну с удобного глаза, и вне камеры, ребят, сделаю, честно вам отвечаю, Dinone. Я не хочу, чтобы вы тут тоже сидели три часа, смотрели, как я тушу эту тень и развожу все это по своему лицу. Итак, Color Pop, отдельно вам покажу, как она выглядит. Упаковка очень красивая, такая soft-touch, очень маркая упаковочка. В палетке 30 оттенков, она холодная считается, но, как по мне, она нейтральная. И здесь даже есть розовые оттенки, которые я на себе вообще не терпеть ненавижу. В палетке Наташи Dinone 15 оттенков, и вот так она выглядит. Очень тоже красивая палетка. Опять же, я не думаю, что она холодная, я думаю, что она нейтральная. И сейчас просто возьмем по три оттенка и сделаем свое дело, ребята. Кисти у меня сегодня будут Beauty Babe. Тоже очень много вопросов по поводу кистей. Выберите, ребята, те кисти, которые вам удобны. Я же советую взять больше маленьких кистей, потому что мало у кого из людей вот такие большие глаза, и так много тут недвижимости, чтобы все это тушевать. Но у меня есть, мне повезло. Я потому что брови рисую себе, как крылья Боинга. Итак, я открыла две палетки, чтобы видеть похожие оттенки. И буду делать макияж. Ребята, я попробую все это делать в одно и то же время, просто комментировать особо не буду. Оттенок Eurac из Dino на оттенок Crease. Уже разницу видите, да? Это оттенок Crease, который самый нейтральный здесь. Который не то чтобы самый светлый. Зря я взяла Crease, надо было Transition взять. Ну ладно, я случайно перепутала. Это никого не волнует. Ребята, я уже не могу найти похожие оттенки, потому что здесь они очень серые. А в Dino, видите, они более нейтральные. Я сейчас пыталась тут поделать сводчи и найти похожий оттенок, но его просто нет. Они все более холодные, чем оттенок Crease. Даже если я Quarry Days возьму, он более-менее похож. Но у него совсем другая формула. В Colourpop, вот в этой палетке светлые и матовые, они не настолько пигментированы, насколько у Dino. То есть Dino нам тут с первого свайпа дает уже свой пигмент. А Colourpop пришлось выстраивать, чтобы получить что-то похожее. Ну ладно, вроде похоже. Теперь возьмем самый темный. Так, самый темный Dino это Lash Line. Вот он, два раза сделан. И Colourpop, похожий Cult Classic. На слою Cult Classic, но не совсем похож. Drama Mama. Похож. Drama Mama, наконец-то мы нашли. Ребята, у Dino этот оттеночек в черный уходит. Ну возьмем, что нашли. Беру Lash Line. Нанесу ее вот так. И как же мне нравится эта палетка. То я после обзора ей как-то особо не красилась. Такой большой кистью вот данное действие делать нежелательно. Лучше все-таки брать маленькую, чтобы быть более точными. То я так разношу тут его, не жалея. Ну что, я вижу, что у меня разная форма, ребят, потому что мне не очень-то удобно этим заниматься. Однако, вообще, на меня мы внимания не обращаем. Я тут просто обзор делаю. И ищу похожие вещи. На нижнее веко возьму оттенок Smoke. Для того, чтобы сначала формочку такую маленькую сделать. А уже потом затемнять. Оттенок в Colourpop Fickle Fade. Названия такие, конечно, своеобразные. Оттенки действительно похожи. Только вот работать с Colourpop мне намного легче. Но, ребята, это не камень. Наташа Динони в огород. Просто потому, что они не такие пигментированные. Да и глаз этот удобнее. А здесь мне немного не с руки. Конечно же, я вне камеры все это подправлю. И да, я все еще работаю разными кистями. Из Colourpop возьму оттенок Luxe. Пройдусь вот здесь по границе. Почищу кисть. И возьму оттенок Transition из Динонки. Здесь прям видно, да, что у меня как-то красиво все ушло куда-то в никуда. А здесь кривовато. Марина Сергеевна. Так, ребята, я сейчас пойду подправлю макияж. Потому что мне серьезно не очень удобно на камеру этот глаз делать. Я сделаю кат Крис. Вот, нанесу такое себе серебришко. Или, может, золотишко. На Babydoll вот этот оттенок из Диноны похож. Нет, не похож. Может быть, Babydoll нанести. Babydoll вот такой. Диноны это, наверное, Inner Corner. Нет. Center Eyelid. О, идентичный, посмотрите. Хотя нет, Center Eyelid он более розовый. В серединке у меня Colourpop. Ребята, я возьму все-таки тауповый оттенок. И решила, но если что-то поменяется, я вам сообщу. Перед тем, как я уйду. Подождите, еще не все. У нас тушь есть. Аналогом Roller Lash от Benefit является вот эта штука от Maybelline. Это Sky High. Сейчас посмотрим. У меня ресниц нет, поэтому как бы смотреть особо-то нечего. Но, ребята, я на нижние ресницы нанесу, потому что, ну, на верхние пока что рановато. Я еще нижний век это не доделала. Вот эта тушь от Maybelline мне очень нравится. Смотрите, что она с моими нижними паучками сделала. Она их только удлиняет, не склеивает и придает им цвет. То есть я больше люблю объемные туши, но и удлиняющие мне тоже нравятся. Вот тут такой эффектик. Надеюсь, что вам все прекрасно видно. И теперь берем Roller Lash. Как тяжело это произносить? Roller Lash. Roller Lash. О май гад. Здесь тоже щеточка такая силиконовая. Я немного нижний век измазала, но, ребята, разницы нет никакой. Вот здесь, да, разница отсутствует вообще. Однако, если разница отсутствует в результате, то это не значит, что она будет отсутствовать в конце дня. Потому что тушь может осыпаться, отпечатываться. Но на мне осыпаются вообще туши крайне редко. Поэтому для меня это не проблема. Ребята, я вижу жалобы, что у вас тушь отпечатывается где-нибудь вот тут. Но это может происходить из-за вашей анатомии. Я полагаю, что тут уже не совсем тушь виновата. Но у меня ни Maybelline, ни Benefit не осыпались и не отпечатывались. Окей, пойду доделаю глаза и вернусь к вам. Готово. Ребята, я не стала клеить ресни. Это для меня редкость. Если вдруг впервые на моем канале я постоянно клею ресни. Мне было тяжело так же уголочек прорисовать. Ну ладно, я это сделала карандашом. Подвела немножечко ресничный край. Тоже карандашом от Make Up For Ever. А здесь у меня карандашик от Beauty Bay. Я очень люблю карандаши Beauty Bay. Да и в целом их косметика мне очень нравится. Вот что у нас получилось. В принципе, разница небольшая. Да, потому что цвета почти одинаковые. Ребята, у Colourpop не получилось найти такую же блестяшку, как у Dynone. Вот здесь Colourpop, здесь Dynone. И я взяла вот эти две. Сегодня кровь сдавала, поэтому не обращайте, пожалуйста, внимания на вот эту штуку. Я только сейчас об этом сказала. Ну да ладно. Видите, они вообще не похожи, но в Colourpop нет ни одной блестяшки, идентичной Dynone. И я также специально не убрала осыпание. Видите, Dynone такая она, суховатая и сыпется. В то время как Colourpop осыпание практически не выдал. И оба сатина, это сатина, вероятнее всего, я нанесла без клея. Просто так нанесла и все. Работать с палеткой было легко. Что с Dynone, что с Colourpop. Отсюда, кстати, кровь брать очень больно. Итак, ребята, Colourpop палетка хорошая, да. Ничего в ней плохого нет. Единственное, что в ней много розовых. А Dynone, она все-таки уходит в нейтральность и в теплинку. В то время как вот эта палетка, она тупо холодная, но да, розовые меня здесь смущают. Она тяжелая. Металлики здесь кремовые. Я тут так с краешку сижу. Металлики в этой палетке кремовые. Очень хорошие матовые оттенки. Она мне нравится больше, чем Bairon Accessories, только потому, что она не такая теплая, как та. Однако здесь тоже есть небольшая теплинка в некоторых оттенках. Особенно во втором ряду вы это можете видеть вот здесь. Но она в целом очень красивая и холодная такая палеточка. Думаю, что с Watch'и вы уже поглядели, убедились в том, что она мне очень нравится. Я ее люблю на самом деле. Вот что брать у Colourpop, да, как эту палетку большую. Маленькие, нюдовые. Не знаю, если вам не нужна большая такая, да, палетка, конечно, можете маленькие нюдовые взять. Вот, например, Making Mavs, которая на 9 оттенков у меня тоже был обзор. Она вот здесь и сбоку. Видите, розовенькие оттеночки. Так что тут-то выбирать уже вам. Давайте пару живых с Watch'и все-таки сделаю, а то вы скажете, Мариха, ну ты что, сделала нам с Watch'и вне камеры, наслоила, небось? Да нет, я с Watch'и никогда не наслаиваю, мои хорошие. Что-то одни металлики вам засвочила. Давайте еще матовые и розовые сделаю. Эти два оттенка очень похожи, только вот этот он с блестками. Хочу что-то розовое вам делать, не знаю. Вот мне нравятся очень розовые оттенки, но не на себе. На мне я их терпеть ненавижу. Ну и серебришко мне очень нравится. Это серебро из Colourpop. То есть, видите, ребята, это Making Moves в одной палетке. Еще у них были нейтральные палетки по типу Glowing Coconuts. Она тоже сюда входит, в принципе. Теперь два сводча моего карандаша от Beauty Bay, который здесь, и от Make Up Forever. Make Up Forever не надо затачивать, ровно как и этот, они оба автоматические. Но дело в том, ребята, что Make Up Forever, он прям очень-очень жирный. Вообще, мой любимый карандаш Aqua Artist Pencil и данный от Beauty Bay. Он более сухой, он мне был отправлен. Оттенок у него похож. Он не такой масляный, как Make Up Forever. Напоминаю, что Make Up Forever вот здесь. И оттенок, я полагаю, вообще идентичный. Хотя, вот издалека кажется, что Beauty Bay более темный. Ну ладно, формула у них похожа, но это не аналоги. Это оба хорошие самостоятельные продукты. Давайте мы забудем, пожалуйста, слово аналог. Я вас очень прошу, ребята, очень. Как же оно мне не нравится. Но если оно мне не нравится, это ни о чем не говорит. Оба карандаша достаточно стойкие, тяжело смываются. Ну что, ребята, какой у нас вывод? Вывод, Марина, с мой слотчем. Вот я издалека разницы не вижу. Совсем не вижу, да, в своем макияже. Кто сможет угадать, что здесь у меня полностью люкс, а тут у меня полностью масс-маркет? Я думаю, что никто. На улице не подойдет и не скажет, Мариха, у тебя что тут, Maybelline половина, да, и масс-маркет? Нет. Но пользоваться люксом – это опыт. Это все-таки упаковки. Это громкое имя. Это приятно. Это качественные формулы, шикарные текстуры. Но скажу вам, что мне вот Наташа Динона, вот эта палетка, она мне нравится больше, чем ее красная палетка. Точно такая же, да, маленькая, пластмассовая. Но если сравнивать вот Динону и Colourpop, то я выберу Colourpop не только потому, что оттенков в нем больше, но и потому, что, ну, она мне нравится больше по тому, как она работает и в целом по оттенкам. Да, я предпочту Colourpop. На удивление, любительница люкса, блин, самая главная. Помады ведут себя одинаково. Обе выдали мне полоску. Обе вообще. Вот такая вот ящеринка. И обе стерлись одинаково в центре, потому что я тут сижу, скингом балуюсь. Подводя итог. Если вот в целом брать, да, вы не знаете, что выбрать. С чего путь свой начать, с люкса или с масс-маркета, я вам скажу, что начинайте с того, что вам нравится больше. Потому что разницы внешне нет. Есть разница в опыте, в том, что вы берете вот это или вы берете вот это. А в том, что когда вас спрашивают, а что за хайлайтер, вы говорите, это Шанель моя хорошая. То есть в этом разница, да. И в формулах, опять же, и в результате. Отражаем-то мы одинаково, по идее, но тут Диор. И для меня лично люкс, это не то, чтобы, ой, смотрите, все у меня люкс. Но когда я крашусь, например, чем-то подороже, да, если все лицо люксом делаю, я выхожу и я чувствую себя почему-то приятнее. Это мне дает какой-то плюс к самооценке. Я не понимаю, из-за чего так. Не скажу, что когда, например, тестирую масс-маркет и иду в магазин, я чувствую себя уюбищем каким-то. Нет, ни в коем разе. Есть хорошие продукты как в масс-маркете, в бюджете, так и в люксе, так и в премиум, в про, в косметике. То есть ваша задача подобрать оптимальный продукт для вас. Неважно, сколько он стоит. Вот чего я хочу до вас донести. Цвета похожие, как вы видите, есть везде. То есть не обязательно брать карандаш от Make Up For Ever, если вам нравится от Beauty Bay. Потому что Beauty Bay работает, ну, вот точно так же. Но есть провальные продукты в люксе. Для меня лично это, например, у Benefit это карандаш их для глаз. А у Dior это тушь Dior Show и подводка тоже Dior, которая фломастер. Я уже отдала эти два продукта, потому что они мне не понравились. То есть и такое бывает, ребята. Самое главное вам, что нужно искать, это качество. Но если брать, опять же, но, да, куча но здесь. Если брать один какой-то люксовый продукт, да, вот из всей категории люкс, брать что-то одно, я вам советую брать тональные основы. Я вам советую брать именно их, потому что там формула другая и там есть немножко ухода. То есть в отличие от масс-маркета, который часто у меня вызывает проблемы, да, на коже. Лично у меня, не знаю, ребят, как у вас. Такой сделал тон коллаген, например, и тон от Bourjois. Когда они поменяли завод-изготовитель, у меня от Bourjois начали идти проблемы. Хоть я и говорила, что тонна проблем быть не может, я помню, я была не права. Я была не права в то время, я прекрасно это осознаю. Я вам совсем забыла прокомментировать ген для бровей. От Estee Lauder он держит, но не так хорошо, как Stellar. То есть Stellar мне нравится в разы больше. В принципе, ребята, это все. Верите ли вы в то, что есть аналоги люкса? Я вот раньше, когда смотрела такие видосы, я верила в это. Я шла, покупала аналоги и нихера подобного у меня не случалось. То есть это был не то чтобы провал, но это был не тот же самый продукт. Когда очень многие ребята говорили, что вот это аналог, 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 то же самое. Нет, ни разу. Проверьте состав перед тем, как убеждать себя в том, что это прямой аналог Double Wear. У него есть похожие товарищи в люксе, например, Nars. И я нашла, а больше ничего не нашла, Nars Charlotte Tilbury. Похоже по финишу, но не по стойкости. Я издалека вижу, что у меня консилер от Revolution совсем немножечко скатался. Но не сильно, можно вот так сделать, да, и пойти дальше гулять на свою интересную вечеринку. Давайте, ребята, повторюсь. Брать сухие продукты вы можете в любой категории, да, скульпторы, бронзеры, хайлайтеры. Особенно вот что можно брать в масс-маркете, точно так это хайлайтеры, тени, например. А в люксе тона, туши, ну, смотря тоже какой бренд, помады. Я лично беру все в люксе, потому что меня все устраивает. Но можно найти хороший продукт в масс-маркете, но не верьте, что есть аналог. Как видите, только цветовой. В большинстве случаев поведения продуктов будет совершенно разное. Ребята, я надеюсь, что я никого не обидела, никого не оскорбила своими заявлениями о том, что нужно брать только люкс. Но я не думаю, что я одна та, кто пользуется постоянно более дорогой косметикой, потому что и в масс-маркете есть хорошие продукты. Я уже начинаю повторяться, поэтому я, наверное, пойду снимать другие видосы для вас, ребята. А пока что я надеюсь, что вам понравилось это видео, не надоело мое лицо и понравилось мое речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться, поставить свои лайки, оставить свой очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой инстаграм, куда я выкладываю свое прекрасное, замечательное и красивое лицо. Всех люблю. Всем пока.